Чудненький вопросик. Нахожусь в декрете, как выйти из депрессии и найти энергию. Тоже очень сильный, такой интересный вопрос, на который я отвечаю каждый день буквально. Найти энергию. Я всем вам говорю, у нас с вами у всех энергии одинаково. Одинаково. У кого-то чуть-чуть больше, у кого-то чуть меньше, но не принципиально. Не принципиально. У нас с вами средненький размерчик, да, давайте такой, ну или ближе к плюс-сайз. Давайте будем такими крутыми мужиками, с крутыми яйцами. Но мы с вами эту энергию тратим на разные штуки, понимаете? Кто-то тратит на любовь, кто-то на дрочек. То же самое. Когда вы занимаетесь тем, что вам не нравится, а судя по всему, декрет вас уже просто подзадолбал, вы уже скоро, проститесь, своего любимого ребенка, будете готовы бить головой об стенку, вы уже ненавидите своего мужа, свои стены, в которых вы находитесь. Возможно, вам не хватает денег, скорее всего, иначе вы точно кого-то наняли. И вот вы сидите и думаете, у меня нету сил, а откуда они у вас будут? Алло, если вы делаете то, что вам не нравится, вы из своей ванной вытыкаете вот эту затычку, и с вас все спускается. Вы утром проснулись, вы уже пустая. Потому что опять и то же самое. И в этом случае есть классный вариант. Устройтесь на работу. И тут человек говорит, ну как, у меня нету денег, чтобы платить няне. Ты говоришь, устройся на работу и отдавай эти деньги няне. Ну нет. Что нет? Ты меняешь время, которое ты не любишь, на время, которое тебе может понравиться. Мало того, твой доход может расти, твоя энергия может развиваться, ты можешь наполняться. Нет, я буду плохой матерью. У нас же такая игра. Игра такая сказать нет. Такая, знаете, нет. Вот человек приходит и говорит, помогите мне. Ты ему говоришь, что вот так вот сделать? Нет, я так не буду. Так какого хера ты тогда пишешь, если ты так не будешь? Тогда вали нахер отсюда. К ебенивой матери. Все, встал и вышел. Вот такой была бы я психолог. Мне говорят, не хотите быть психологом? Вот такой психолог бы я была. Пошла отсюда. Иди. Потому что нельзя быть на свете нудной такой. Потому что когда вы говорите, я хочу что-то поменять, вы должны быть готовы поменять. Не свои три года или четыре или пять лет жизни на памперсы и на то, что ваш ребенок чувствует, чувствует, что вы ненавидите свою жизнь. Он у вас с материнским молоком впитывает ненависть к жизни. Он видит, что мама терпеть не может. Она ненавидит отца. Она ненавидит безденежье. Но он не понимает, что безденежье. Она знает, что ненавидит деньги, мать. Потому что у нее их нет. И она их ненавидит. Просто ненавидит. Потому что эти, сука, деньги испортили ей жизнь. И она их ненавидит. И ребенок тоже ненавидит деньги. Она ненавидит свою жизнь. Она ненавидит свое отражение в зеркале. Потому что ей некогда помыться. Она чушка. Она жирная, она понимает, что ее муж, скорее всего, тоже ее ненавидит. И поэтому он допоздна работает и уезжает в командировки, потому что он не хочет ни трахаться с ней, ни разговаривать с ней. Ничего не хочет, ненавидит ее. И она в этой ненависти живет и говорит, я не устроюсь на работу, потому что я хорошая мать. Че, есть какие-то вопросы еще? Ну, хорошо. И она тебе это доказывает. Я так не могу. Это вы, Ольга, можете бросить детей. Да, я могу, я легко. Валите, дети. Муж, вали, все, валим. Я охуевная, я классная. Мы можем находить себе оправдание в чем угодно. Можем. Ну, находите. Тут всегда вопрос, вам что надо, шашечки или ехать, да? Хотите найти оправдание, оправдывайтесь. Я, знаете, общаюсь или с психотерапевтами, или с кем-то умным не потому, что я прихожу к этим людям сама. Нет, я бы никогда к ним не пришла, я же все знаю. Вы что, я сама умная. Но у меня периодически бывает интервью, какие-то программы, куда меня приглашают, или просто какая-то тусня. Где я, находясь с какими-то людьми, ну, точно не глупыми, все время себе говорю, заткнись. Послушай, ну, говорить ты умеешь, это все прекрасно знают. Проблема одна, ты не можешь заткнуться. Вот если ты рядом с кем-то оказываешься, кто может что-то умное сказать, ну, помолчи. И вот вы знаете, я когда начинаю слушать, очень часто люди говорят очень толковые вещи. И я все время стараюсь с ними не спорить. Потому что выслушать альтернативное видение или видение на себя, на какую-то ситуацию, это очень интересно. Потому что мы-то уже для себя всегда все решили, у нас есть все оправдания. Мы, задавая вопрос, уже знаем, какой ответ нам подходит. Вот так, не какой мы услышим, какой нам подходит. Потому что мы услышим что? Ответ, который нам подходит. А этот человек, он нам завидует обязательно. Обязательно он завидует, он поэтому так говорит. Он отрабатывает на нас свои комплексы. Мы же тоже оправдали, что он так отвечает. Уже это все понятно. Мы же умные, я самый умный на земле. Ну, окей. Я всегда говорю, ребят, вот я с вами поговорила, а вам с собой жить. И себе так говорю, Оль, вот он тебе сказал свое мнение. Выбор-то за тобой, тебе с собой жить. Ну, по сути-то что? Ну, может, послушаешь, хотя бы чуть-чуть подумаешь. А вдруг этот человек где-то прав, например. Так что думайте.